Христос воскресе! Воистину воскресе! Приветствую вас, многоуважаемые телезрители! Сегодня Антипасха, что в переводе означает «вместо Пасхи». И в этот воскресный день мы словно в зеркальном изображении смотрим из этого воскресения в прошлое, когда свершилось чудо воскресения Христова. Смотрим и уже многое видим. Позади светлая седмица. Было много нареканий о пасхальных службах. От «зачем закрыли храм перед людьми?», «зачем не было утренних служб?», до «зачем вообще служили во время эпидемии?». И, наверное, продолжая эти ненужные, гневные, пустословные «зачем?», задам главное из них, которое, видимо, неуместно в устах священника. А зачем верующим храм? Может, и попустил Господь весь этот корона-ужас на нас именно в самые проникновенные и торжественные дни из всего церковного календарного года, чтобы подумать. Прав в каждом своем слове священник, протеерей Никита Бадмаев, который сказал, на мой взгляд, сильнейшую проповедь на Вербное Воскресенье. Размышляя над его словами, а эту проповедь, кстати, без труда можно найти в интернете, ее читает Светлана Копылова. Так вот, размышляя над его словами, я вдруг ясно понял. Ведь Господь закрывает храмы не потому, что неверующие или борцы с церковью глумятся над Богом и церковью Христовой, а не искренне в своем заблуждении. Господь закрывает двери храмов перед верующими, больно ударяя нас по ланите, делая нам пощечину. Кому страшно терять привычный религиозный уклад? Именно верующие почувствуют потерю храма, а не те, для кого храм – кинотеатр, ночной клуб, одно и то же. Такие только рады. Во многих странах Господь закрывает храмы. Закрывает, скорее всего, из-за нас, верующих. Что-то не так и не то мы делаем. Возможно, мы забыли, что храм – это дом Божий. Вот когда было великое освящение главного престола храма-памятника 14 октября 2018 года, мне было очень непросто внутри. Духовно непросто. И в какой-то момент Господь помог мне отбросить все внешнее и стать перед Богом. Стать только с одним словом. «Приими, Господи, все труды мои и многих как дар, как приношение Тебе. И сотвори это место своим домом». Трудно объяснить то чувство, которое вдруг появилось. Но физически пришло ощущение, как наше человеческое уходит. И это место, этот храм становится местом безраздельного присутствия живого Бога. Вот почему только ступив через порог храма, мы всегда должны помнить, к кому пришли. Иначе мы ничуть не будем отличаться от кощунников. Но тех можно оправдать. Они не ведают, что творят. Это идет у них от сердца или ума, или от безграмотности. Они это делают либо по внутреннему заблуждению, еще не познав Бога, либо как Иуды, продавшие Христа за деньги по наущению дьявола. А верующие, праздношатающиеся в храме – это лицемеры. Это те же менялые торгаши при Иерусалимском храме, которых разогнал Христос, предсказав, что и от храма не останется камня на камне. А ведь и они вроде делали все для Бога. И я другой раз задумываюсь, не нас ли бечевкой нужно гнать от храмов? Что мы там делаем порой? В Страстную Пятницу во всем христианском мире закровоточили распятие. Это знак всем людям, что есть Иисус Христос. Он был распят за каждого человека, пришедшего в мир. Но это и особый сигнал верующим. Когда зайдешь в храм, где кровью истекает Христос на кресте, на кого смотреть будешь? Кому молиться станешь? Не падешь лениться? Согласитесь, тут и свечку забудешь купить, и записку написать. Священный трепет. Такой должна быть молитва верующего всегда, даже если он не умеет читать последования. Даже если ему лень читать молитвенные правила. Даже если он ни слова не понимает в написанных текстах. Есть два слова. Господи, помилуй. Именно их мы вопим от самого сердца, видя, как умирает наш Бог. Так скажите, неужели нам нужно такое потрясение каждый раз, как мы заходим в Дом Божий? Сколько раз нужно быть распятому Христу, чтобы умягчились наши сердца? Жители Иерусалима, ожидавшие Мессию, книжники и фарисеи, кричали «Распни! Распни! Распни!» И мы должны помнить, что в храм идут молиться. На службу ли, просто ли излить Творцу душу? Тишина в храме не потому, что так положено, как по уставу в библиотеке. А потому, что человек, который по-настоящему беседует с Господом, боится повернуться лишний раз, чтобы не прервать этого общения. И еще мы забыли, что каждую минуту нашей жизни предстоим этому распятию. На работе ли, дома ли, в гостях ли, везде мы стоим у распятия, как свидетели воскресения Христа. Мы забыли. Увы, как часто наша вера, обрядовая, неискреннее, в отличие от безверия атеистов. Поэтому мы все должны благодарить Бога за это время. Он дает возможность подумать и изменить свою духовную жизнь. А такое изменение называется покаянием. Возможно, если мы снимем корону православного тщеславия со своей головы, то узнаем, что такое истинное покаяние. Сегодня идет страшная борьба против церкви. Глобальный мир ополчился на религии. Нам борцы с церковью рассказывают, что верить в Бога – это не значит верить в церковь. Всегда подменяя понятие церкви Христовой и церковь как административный аппарат. В символе веры говорится – верую воедину святую, соборную и апостольскую церковь. Но, к сожалению, ее святое тело сейчас сплошь покрыто гнойниками. Столько никогда, пожалуй, не было. И не надо утешать себя тем, что эти гнойники – это епископы, которых уличили в грязных делах СМИ, что это священники, разъезжающие на Мерседесах или говорящие то или это. Нет, дорогие мои, это каждый из нас. Мы часто уже сами не церковь, не единое тело. Мы не собор святых, как это должно быть, но часто – сборище Иуд. Мы не можем прийти в храм, как мытарь, но грядем, как фарисей. И если Мария Египетская, грешница из грешниц, не вошла в храм, чтобы поклониться Кресту и поняла, почему, то мы не уподобились ей, как призывал патриарх. Мы не обратились к Божией Матери с вопросом, что нам делать, чтобы войти. Мы стали разбрызгивать слюной, выражая свое мнение насчет священно-началия, насчет священников, властей, чиновников, нарушителей правил санитарной безопасности. Каждый высказался и высказывается. Но никто не посмотрел в лик Богородицы с вопросом отчаяния. А что мне сделать, чтобы Господь, Сын Твой, допустил меня к себе? Митрополит Антоний Сурожский сказал, мы живем так, словно крест для Христа, а воскресение нам. Нет, дорогие мои, мы христиане, мы тоже на кресте. А потому думайте, размышляйте. Идет страшная информационная война против Бога и Церкви. И именно сейчас важно, как христиане будут себя вести. Важно не Богу, важно нам. Потому что Церковь Христова стояла две тысячи лет и будет стоять. Но без нас, если мы будем продолжать играть с Богом в христианство. И дай Бог, чтобы наша личная Антипасха не превратилась в Антихристовую. Спаси нас всех, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok